Совершенно бессовестные люди. Первый раз видят человека, не знают, как мы можем быть полезны друг для друга. Нет, сразу матерок. И дети такие же шальные, как бесноватые. Орут, пляшут, кричат. Увидят вот такие глаза и орут. То есть они привыкли видеть вас безбородных подкаблучников. А те сейчас новое поколение. Без матов, если можете, будем разговаривать. А с матами какой разговор-то? С сатаной разговаривать вам только. Все, дедушка, будем хорошо с вами общаться. Извините, пожалуйста. Сейчас все новое поколение, сейчас молодежь новая. Так, если вы будете считать Слово Божие, я показываю вам, смотрите. Вот, оно откроет истину. Мы пришли с радостной вестью сказать людям, что смерти нету. Есть жизнь. И за смертью другая жизнь Христос открыл. Справляет 40 дней покойнику. Вы же сами видите. Да, дедушка, видите. Жить для Бога надо. Храмы стоят, мечети, пагоды, кирхи. Ни во что не верят. Только блуд и блуд. А дурели совсем от бабьев запаху. От этой вони. Нормальная зраза здесь будет. За 1300 лет ни одна мусульманка не позволит, чтобы так приходить раздетой. Мусульмане умеют своих жен сохранять, а на чужих пашут. Я понимаю, понимаю вас. Если вы понимаете, тогда, чтобы наша встреча не была зряшной, вы запомните. Я из Барнаула, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. Два слова. Игнатий Лапкин. Это я. И зайдите по скайпу. Я вам скину наши ресурсы. Так. Вы курите. У нас не положено разговаривать, когда курят. Если вам не трудно, продлите себе жизнь. Положите табак этот. Делающий грех, есть раб греха. Это зловоние такое. Гоните вовнутрь себя. 12 лет жизни отрываете. Нормально? Ты еще жизни-то не видал. А уже губишь себя. Я попробую, скажи, что не курю. Он не может. Он считается, что если мы расстанемся, моя жизнь не нужна. Но главное, вонючая травка, чтобы ему была во рту дымила. Ну, какой разговор-то? Через дымную завесу. Как в Первую мировую войну. В окопах морили друг друга газом. А можно такой вопрос задать вам один? Можно. Без матов только. Без матов. Потому что вам стыдно будет. Завтра будет... Где Бог? Повтори. Почему крещение платное? Где Бог? Бог везде. Бог... Я отвечать хочу. Вы начинаете... Умейте замолчать. Вы спросили, я начинаю отвечать. Бог всюду. Его нет только в сердце грешника. А почему Бога продают за деньги? Не продают. Его нельзя продать. Он недосягаем. Люди продают совесть свою, сожженную. На крестики. Ну, а даже крестики... Ну, крестики, крестики. Крестики люди делали где-то. Естественно, товар. Как это вам? Бесплатно дать? А вы деньги бы тратили на табак, на пьянку, на баб. А это бесплатно. Для души... Вы все для души ищите бесплатно. А за мерзкие удовольствия погибельные платите? Не, вот допустим, ну вот я погруженный, да, у меня есть крестные и крестные. Почему я прихожу в церковь и мне говорят, мне надо креститься? Да вам запускать в церковь нельзя, вонючие такие. Курите, идете в церковь. Второй закопил. Вы сидите друг друга, обкуриваете. Вам говорят, табака, курение вредно. 12 лет жизни отрывают. И последние 10 лет тверкулезом харкать будешь. Но вам уже не бросить. Написано, делающий грех есть раб греха. Если Сын вас освободит, то есть Иисус Христос, будете свободны. В один день Господь освобождает наркомана. Совершенно другая жизнь. Иисус умер за нас. Дарует свободу. Покайся и живи по-божьему. Вот сейчас при мне. Бросьте курить. Нет, однако, не пойдете. Не бросите, не бросите. Вам эта побойка нравится. Иисус умер, а деньги берут. Знаете что? Я заплатил за свою веру дорогую цену. 57 лет верю. Первый в стране опубликовал материал архипелла ГУЛАГ. Я в 87-м освободился только. Пять тюрем запрещаем и лагерь смерти. И скажу, что Бог дает свободу. Вот я в камеру зайду, 75 человек. К вечеру уже все подчиняются. Мы, говорит, ночью вот вы молились. Семь человек становились на колени с вами. Можно мы будем тоже молиться? Мы вот 15 человек решили, ночью табак весь утопили, бросили. Одна беседа. А вы не можете даже сейчас во время разговора бросить-то. Неприятно это. А мы не можем бросить курить, потому что в Бога не верим. Ну да, потому что сатана руководит вами. Сатане вы верите. Он изобрел это все. Бога продали уже. Бога продали за свечки и за все остальное. У нас не торгует ничего. Про нас не говорите. У нас вообще в храме нет торговли, с тарелкой не ходят. Включили десятину. У нас поп живет лучше, чем мы. Ну, мне не надо завидовать никому. В чем завистью прямо съедает она вас? У нас... Нет, она вас не съедает. У меня отец с матерью вдвоем. Полкласса не кончили. У отца вот так руки не было с фронта. В семье 10 ребятишек. 5 мальчишек, 5 девчонок. И ни разу не слышали, чтобы кому-то они завидовали. Жили в бедности ужасной. И ни одного больного. 81 год. 81 год. Я еще ни одной таблетки не съел. Отец, я тоже такой же. Я тоже ни одной таблетки не съел, кроме нового. Вы табака тонну сожрали уже. Сколько вам лет-то? Нет, ну... Сколько лет? Сожрали, сожрали. Лет сколько вам? Мне 32. 32, а мне 81. Ты на моих лет-то не доживешь. Тебя сгноит вот эта трава. Бросьте сейчас же. Бросьте сейчас табак. Изорви его. Изорви и брось. Скажи, сатана, не будешь ты больше распоряжаться моим телом. Тело это храм Божий. Господь говорит, ты кто разрушит, того покарает Бог. Я вот 18 лет сотрудничаю с тюрьмой, помогаю заключенным. На них ничего не влияет, а слава Божьей влияет. Становится на другой путь. Вы привыкли жить во лжи, в блуде, в грехе. Не спорь, слушай внимательно, ты не перебивай. Знать еще не будешь. Чтобы с вами разговаривать, я 57 лет непрерывно учусь. А вы минуты не учились и начинаете учить. Нехорошо это. Запомните два слова. Сейчас мы расстаемся. Мне неприятен, когда вы курите, вы не слушаетесь. Игнатий Лапкин, зайдите по скайпу, и там мы с вами поговорим. Давайте, ребята, расстанемся. Как вас звать-то? Нет, я не знаю. Как звать? Звать как вас? Я Александр. Александр, это мужественно. А вы как звать вас? Валерий. Валерий? Валерий означает жизненный. Это перевод слов на русский язык. Живой. Энергичный должен быть. А не на карачках перед травой ползать и перед бабами. Вы почему без бороды? Подкаблучники. Разведенные. А ты будь так, чтобы тебя... Жена, если вышла за тебя замуж, она знала, за скалой. Никогда он не бросит, ты ее держи в руках. Тогда жизнь будет такая. Сынок. Батюшка, я вот живу уже 11 лет, и я не подкаблучник. Не надо говорить. Не надо. Я вижу, ты без бороды, значит, разговора нет. Она тебя замужа не считает. Две мамы в одном доме. Ну, это сейчас просто начало вот эта мода такая с бородой. Не надо. Мода. Вы говорите, ничего не делайте. Надо делать. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь. Без помощи государства. 45 лет начальник, сейчас в формате 3, 48 лет. Тысячи детей подняли. Ни копейки, государство не дает. Да еще против. В стране у нас погублено 21 тысяча поселений. Мы получили землю, статус, и сейчас деревню с нуля строим. Первый разговор ведем с человеком, когда докажут, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Единственная деревня, может быть, вселенной. Конкретно работать надо. Это где у вас такая... Алтайский край, я же сказал. Алтайский край, я в Барнауле. Лапкин Игнатий Тихонович, 81-й год. Я вам все паспортные показываю. А мужики тут полглаза вот так вот прячутся здесь. Прячутся от алиментов паразиты. А у нас, чтобы построиться, допустим, церковь и еще что-нибудь остальное, у нас в магазинах везде стоят пожертвования, сдаем пожертвования. Ну вот пожертвуйте туда, жертвуйте. Мы туда не ходим. Нам не надо это. Мы сами строим. Дороги сами строим. Электричество подводили сами. И восстановили шесть прудов. И зарыбили их. Своими руками. Потому что скотину разводят сельское хозяйство. Работать приходится. Будь здоровым. Мы встаем всегда в 4,40. Я уважаю вас. Ну вы не знаете. Зайдите по скайпу Игнатий Лапкин. У меня вот ролики идут. Ютуб. 17 тысяч 300 роликов. Ты подумай сам, что это такое. 17 тысяч. Мне Господь позволил написать... Я не уверен, отец. Ну не перебивай. 38 томов. Книг у меня написано мной. Я в пяти университетах вел занятия. Я решил подарить библиотекам мир. Из Барнаула до Владивостока доехали. Каждый город и районные центры. Лиссабон, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтию, Кутурсу и Север. Подарил 650 городов на 35 миллионов. Свои книги. Которые оживляют людей. Таких книг вообще не знал мир. Вот он у меня, допустим... Я показываю Библию. А мусульманин верит он. Коран. У меня о Коране том написанный. Сура и аяты сравнивают с Библией. Что за 1300 лет о них сказано было. Познайте Христа. Уверуйте. Мы им говорим. Без Христа нет спасения. Нет жизни. Зайдите по скайпу Игнатий Лапкин. Я вам скину все материалы. Так, ребята, я ухожу. У нас сейчас богослужение. В храм идти надо. С Богом. Давайте, отец. С Богом. Всего хорошего. Давайте. С Богом. Что вы делаете? Ну, сейчас что делаю я? Картошку чищу, видишь? Вот такая маленькая картошка. Сварил, а потом мы ее подсушим. И она у нас идет. А которая покрупнее, это может кому-то. Отдать бабушкам там то другое. Видишь, какая картошка? Вижу, не слепая, вижу. Во словах Божьей. Вы верите в Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи? Все возможно, не отрицаем. Нет, неопределенность Богу не нужна. Он говорит, если любите всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. А может быть. А может быть человек, говорит, ненадежный, сомневающийся. А сколько вам нет? Сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Нет, ты погоди, погоди. Сколько вам лет? Я живу в городе Барнауле. Лапкин, Эгнати, Тихоныч, мне 81-й год. Я, подождите, я задала один вопрос. Сколько вам лет? Я сказал 81-й. Для вас не доходит или что? Это означает 80-й. Что ж такое? Вам 80-й год. Что вы делаете в четверг? Так, подожди, Маленька. Подожду картошку, подожди. А картошку? Ну ладно, подожду. Посмотри картошку. Какую картошку вы отдаёте потом бабушкам? Которая покрупнее. Ну что, посмотрели? Так, повторите, я не расслышал. Картошку-то посмотрели? Мы пришли, главная цель, людям возвестить волю Божию. Так, подождите, картошку-то посмотрели? А картошку-то посмотрели? Я уже положил её, она пускай остывает. Мне сейчас идти в храм, времени нету. Поэтому для вас самое главное нужно узнать. Вы запомните... А зачем вы тут сидите? За тем, чтобы разврат этот разрушить, который здесь идёт. Эти лежат женщины, караулят блудящих мужчин. А мужчины, это развратные женщины, ищут шалаф разных. Это щадрулетка вся на этом. Сквернословят, безобразничают. Ну это да, вы понимаете, что как бы вы ничем помочь не сможете. Уже больше ста человек, говорится, выдернул Господь отсюда. Результат это Слово Божие. Они вы заходят... Нет, просто есть такая кнопочка «Далее». Вы хотите больше узнать? Вы не поможете. Запомните. Мы сейчас расстанемся, вы ничего не знаете. Как свистушка какая. Слушай внимательно. Накрасила ногти. Зачем ты накрасила их? Бог тебя сотворил. Тебе дал красоту. Глаза, губы, рот. Они не стираются. Ну... Зачем ты портишь? Это картина Божья. Тебе Бог дал... Нет, смотрите. Я человек, я личность. У меня есть право на все. Я имею право делать все, что мне захочется. Нет. Да. Это прописано в законах. Это прописано в... В законах мирских. Подожди, не тараторь. Слушай внимательно. Почему? Я разговариваю так... Бог сотворил человека. И он хозяин-то. Законы мирские пишут и уходят. В течение одного столетия 10 раз меняются законы. А храм Божий, тело, остается то же самое. Мужчины безбородые, подкаблучники. Бабы ими руководят. И поэтому 86% разводов первые три года. Кого подарил телефон? А Надежда Константина Крупская, жена Владимира Ильича Ульянова, говорила, 17% национальная катастрофа. Да, хорошо. Я вас услышала. Да, вот и лежите караулить. Надо в храм идти, а не лежать здесь. Здесь не... Вам не найти здесь жениха. Бог дает. У меня есть жених, не переживайте. Я знаю, зачем сидеть. Ну, не надо эту дурью маять. Мужики половина голая сидят. Анонизмом занимаются. Бабы титьками трясут. Здесь такая кнопочка далее. Ты берешь ее, так нажимаешь. И он улетает. Представляете, как это работает? Я не представляю, наверное. Милушка, вам если показать мою жизнь, про которую снятый фильм, занявший первое место в России, о биографии, вы бы не глаголовали эти слова. А зачем вы тараторите? Я вам рассказываю о Христе Спасителе, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Христос может простить грехи и дать новую жизнь. Для вас сегодня... Почему вы говорите, чтобы я не тараторила, а сами вы сейчас... Я обязан говорить вам. Я учитель, вы ученики. Вы меня ждали. Не надо ждать. Так, вы не хотите слушать. Это очень красиво с вашей стороны. Да не надо мне красотой вашей... Что эта красота дает, когда развод? Женщина да молчит, да не учит. Жена да учится в безмолвии. Жена да учится в безмолвии. Слушай внимательно. Жена да учится в безмолвии. Женщина... Вы ничего не знаете. Вы разведенный будете. Разведенный, ваша жизнь проклятой будет. Установись. Дети будут негодные. Вам надо слушать, когда мужчина говорит. Так, все, до свидания. До свидания. Уже все, порчено это со всех сторон. Спросить? Да, я хочу спросить. Если спросить, то знайте, что ответы наши будут из этой книги. Не от головы, не от себя буду отвечать. Так, говорите побыстрее. Вот как понравятся девушки? Вот у меня никак не получается. Вы хотите, если что-то узнать? У меня нет времени выслушать, когда вы мысль не можете правильно собрать. Запомните, меня зовут Игнатий Лапкин. По скайпу зайдите, и я вам отвечу. Мы в храм торопимся сейчас. Мы в Барнауле. У нас уже время идти в храм. Уже почти 7 часов. Запиши Игнатий Лапкин, и по скайпу меня найдешь. Извини, пожалуйста. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава Иисусу Христу. Ничего вам это не надо, да? На страже. Нет. Собрались мужики, чужих баб ловят тут. Был, 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 был.